Я хлип вчера общаюсь с вами, не попал вчера ни на один доклад, поэтому я стараюсь подмаршить. Собственно, я вижу, вы все засыпаетесь, поэтому давайте на раз-два-три крикнем для моего рождения. Раз-два-три. Днём Рождествене! Виноват ещё раз. Раз-два-три. Днём Рождествене! Всё, супер. Спасибо, у меня людей нету, вот на Новый Юне. Просто очень много людей приходило, такие, о, чё, у меня шапка с днём рождения, да, поздравляю эту хуйую, да, спасибо. Но они все потом говорят, что в июне, а они такие, ой, неудобно, ну ладно, сейчас я сделаю, что-нибудь еще другим тоже было неудобно, да. Ну, собственно, теперь вас много, не стесняйтесь. Я хочу поговорить о том, что сегодня очень много, кто был в моём докладе, Виктор Ильич Григорьевич, вчера, о, половина примерно. Вот я вчера начал эту мысль, сегодня её хочу немножко развить. Очень много на сегодняшний день компаний, которые реально заявляют о том, что мы agile, вот. И приводит к тому разный момент, кто отключит, у нас Scrum, поэтому мы agile, у кого-то Kanban, поэтому мы agile, это всё не так, конечно же, да, и нет никаких гарантий для того, что у вас завёлся Scrum, что у вас появился какой-то agile. Мы вчера к нему разбирали, поэтому, ну, sorry, кто не успел, я здесь лишь краткую версию представлю. Agile – это майндсет, это образ мышления. Agile – ты либо думаешь так, либо не думаешь, sorry, она очень бинарная вещь. Это вот на уровне Godfilling, я приду и говорю, вы скажите мне, какой работаете? И вы такие, а у нас вот так, так, и так, и говорю, sorry, вот, не agile. Нету ценностей. Вот, вы не думаете так, как думает agile, а нефест, да, как agile, а нефест переписывает думать. Вот, собственно, об этом мы говорили. Но всё начнете, всё равно, если пойдёте общаться на улице с людьми, все будут кричать, мы agile, если они айтишники. Ну, 90%. Вот, я, собственно, этим вопросом не я один задаюсь, так скажем, а я вам, честно, скажу немножко кейс, история, собственно, всего этого. У нас есть клиент, и это государственный заказчик на лиге. Большая организация, которая на лиге какой-то бюрократ совершенно скучает, не знаю, как он описался, есть стандартный контракт государственный вписал. Всё, что поставляется государству в IT, должно быть сделано по agile. Там вот в стандартном договоре записано. Ну, само собой, что делать всем поставщикам, которые ничего вообще ничего не слышали про это? Что их делать? Ну, все на курсе скраммастера, да? Вся на лиге искренне устилилась. Это страна с самым большим процентом скраммастеров в будущем селении. Вот, потому что все, всех своих, ну, надо же было как-то доказывать, да, теперь, собственно, государственный тендер, все хотят освоить денежки, прибегают и кричат. Мы agile, у нас 17 сертифицированных скраммастеров в компании. Вот. Ну, все понимают, да, что agile у них уже? О-о-о. Вот. У них уже сразу agile у всех. Ну, собственно, вот, в государстве же такие же четырехники сидят. Собственно, наш клиент такой, он открывает этот контракт, сам который объявил только что. Все поставщики прибегают, кричат ему первое дело ухо, такие, ну, он сам плохо читал этот контракт. Они все кричат, мы agile, мы agile, поверьте, там, крест даю, да? И, собственно, это все кричат ему. А он такой, блин, что тебе себе пытать заказать, что жалко? Он такой, смотри, у тебя же там в контракте написано, все, надо быть agile. И он такой, чёрт, мы в Александре знаем, что это такое. И такие, а как, а докажи. И те вскукали такие, ну, agile, ну, 18 мастеров, грамм. Он такой, да, а это что такое? Ну, там, такие специально обученные люди. Ну, и, в общем, как-то не идет диалог, да, они не знают, что это такое. А вторые тоже не знают. И как-то сложно продать. И убедить клиента, а клиент начинает разобраться, да? А расскажите, почему agile? Да, они стоят на теле не могут. Вот. И определения у них какого-то нету, да? Ну, собственно, они, причем, мало кто, в инфестерах слышал, кто побежал продавать. Ну, и, собственно, вот такая предыстория. Этот заказчик-то помучился немножко с месяц. Дальше никуда не уехал. Так, говорит, хватит заниматься ерунной. Ну, как-то вообще знает, что такое agile. Владелий Головатик, о, он нужен консульс, позвали нас. Говорит, слушайте, вы тут вроде, знаете, чей-то такой всех учите. Можете нам помочь? У нас нам тендер надо провести, мы не знаем, что спрашивать. Как определить поставщики agile или нет? Ну, и мы, собственно, совместно попробовали разработать. Это, наверное, был единственный, ну, первый, наверное, государственный заказчик, который так докопался на своих поставщиков, что прям захотел, убедите, что вы agile. Вот, в итоге мы придумали такую интересную вещь. Мы придумали тест для поставщиков. Мы сказали, так, ну, что вы предлагаете? Какие команды вы предлагаете вот этому клиенту? Они такие, вот команда, вот команда. Все поставщики показали свои команды. Мы говорим, супер, теперь приходите к нам на полдня поработать. Вот, и это все бесплатно. То есть мы взяли у клиента просто бэклок, текущий бэклок какой-то в прошлом, все, что уже было порешено у них. Как бы, наоборот, агрегировали то, что было порешено, что мы его собрали в вопросы, да, в какие-то большие, которые типа не порешены. Сформировали из этого некие такие пушистые куски типа эпиков, вывесили салет, бэклок, приоритеты такие специально напутали приоритеты, сделали там технические завершенности, типа, если ты это понимаешь, то ты понимаешь, что это нельзя сделать сначала, если ты должен сказать, что это надо декомпозировать, да, ну, в общем, ловушек всяких наставили. Вот. И сказали, собственно, вот все, приходите, командой своей, вы поставщик, да, вы хотите работать на этом проекте, придет ваш настоящий продактон, придет с настоящим подклогом и, собственно, запустит вас работать. Полдня будете работать. Вот. Надо все работать вперед там. Как умеете, так и работаете, ваша задача показать, как вы будете работать с этим заказчиком потом. А agile или не agile, ну, тут будет муха на стене, и нас подсадили туда и сказали, вот это муха на стене, она смотрит все и записывает. Она сама там нам потом что-нибудь скажет, да муха. А муха, собственно, заранее составила список, на что смотреть. И там всякие, да, люди и взаимодействия, вот все, что в манифесте, но мы это расписали чуть подробнее, какие-то конкретные вещи, как-то можно сейчас наблюдать, и делали некий, как бы, наблюдатель, просто наблюдал. Ну, это, собственно, такая длинная предыстория. Я хочу сейчас поделиться, собственно, чем накопали. Ну, в итоге, как бы, фильтры, куча фильтров, и до бетла, как бы, поставщиков добралось четыре компании, все остальные отселились, как бы, по дороге. Они даже не захотели, там, типа, команду себе давать на полдня. Ну, и много чего. А вот четыре таких конкретных, матерых поставщика, традиционных больших консалтерных компаний, которые на рынке, они доползли, собственно, в финал, такие уже на постелях. И, ну, вот, типа, давайте бетла. Ну, и вот этот бетл состоялся. В итоге мы, как бы, на практике доказали, что никто из них не знает, что такое agile, я думаю, его не видели вообще. Вот. Мы, в принципе, подозревали, что это так будет. И, в принципе, подозревали, что ситуация такая на рынке, плащевная, это не много у кого. Россия не лучше. Мы, собственно, тоже пытались не делать речи. Собственно, я с вами хочу здесь теперь на слайде, длинная, длинная предыстория. А теперь много коротких фактов. Я их не собирал дофига. Собственно, а что не работает-то вот у этих заказчиков? На чем они погорели-то все, да? Поставщики все. Я вот это все насобирал. И хочу вам эти паттерны показать. А что сейчас... О чем врете-то, собственно? Ну, вы все врете, что вы agile, да? Я вам сейчас покажу, о чем вы врете, когда пытаетесь кому-то пробудить, что вы agile. Я их, ну, так, не особо приоритизировал. Но чем чаще встречается паттерн, тем выше я его засунул. И я их много-много, я не знаю, сколько успеет, 7 минут осталось. Не 20 секунд, сколько успеет, сколько успеет. Вот. Собственно, первый, самый, наверное, такой серьезный. Чего бы не кричали, странно у вас или agile, или kanban, мы спрашиваем, слушайте, подумайте сами, честно, у вас что в организации, в структуре организации поменялось за последний месяц? Поднимите руки, у кого что-то в организационной структуре поменялось за последний месяц? Вот оно, что у вас agile. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь рук. Ну, все остальные вы врете, что у вас agile. Agile подразумевает изменения организационные. Вы должны настраивать свою организацию. Тьюнит, не знаю, что с вами будет происходить, но это реальные организационные изменения. Это об этом вы меняете mindset. Должны рухнуть какие-то барьеры между отделами, должны тестеры завестись в командах, еще что-то. Организационные изменения должны идти. Если они у вас не идут, подумайте сами, если они у вас не идут, блин, у меня джан, сори. Демо без реальных пользователей. Просто через одного команды демонстрируют product owner. Ну, отлично. Я говорю, и что, когда у вас не сделано? Он поорет. Я говорю, и что? Ну, мы уже привыкли. А что вы делаете, когда успеем завалить и начинаем новый стрим? Все автоматически переплывает в следующий, и в следующий, и в следующий. Мы привыкли, все окей ударен только громко. Ну ладно, понятно. Сори не agile. Вот приведите один раз настоящих пользователей. Если вы банк, приведите бабушку Мария Ивановна. И на свое демо. Не надо релизить, да, не релизить. Приведите пару бабушек. Из регионов желательно. И дайте потыкать ей вообще от той бабушки, которая может пользоваться. Дайте потыкать настоящему пользователю. Вот спорим. Кто думает, руки вверх подавить, кто думает, что дух в команде будет совершенно другой, на протяжении всего спринтатора или вашей канбанной какой-нибудь каденции. Если мы знаем, как команда, придут настоящие пользователи, и будут тыкать в это через две недели. Кто думает, что будет по-другому? Поэтому позовите хоть один раз, и вы увидите, какой это эффект будет на вашей организации. Там написано, я поплыла, я конвертировал ее на 10 минут. Не стопроцентное членство членов команды в команде. Вот приходит тот, типа, ой, нам бы Петю технического райтера одолжить на 3 денька. Ему все равно у вас делают технику. Ну и как только у вас начинаются вот эти пиления, там, тестера одолжите, или там еще кого-нибудь одолжите, все, смотри, у вас это все умерло. Почему умерло человек такой категоричный? Скажите мне, что не может сделать команда, если она знает, что кто-то может прибежать и одолжить членов команды? С чем проблемы будут попланированы? Закомититься вообще хоть на что-то. Как мы можем, мы сидим на команде, мы понимаем, что сейчас будем работать все вместе, там, все берем вот над этим. И вдруг у кого-то из нас, слушайте, а если прибежут, прибегут, как обычно, да, я должен сейчас Васечкина и Пеличкина, мы как это все будем в финале? Да. Аджайл, это по принципам. Ну, это как раз к тому, что вот команда, она же фиксирована. Ну, скрам, как хотите. Вот. Мне скрам менее важен, чем Аджайл. Собственно, команды не фиксированы на 2-3 года. Вот, если ваши команды мешают каждые 3 месяца, вот проект, вот команда. Собрали, работаете. Проект остановился. Хоп, свернули, команда звонит отсюда все. Сейчас мы по-новому Вас сформируем куда-то еще. Я знаю, что Вам всем страшно от этой мысли. Я часто спрашиваю клиентов своих, они такие вот, поучили про скрамы, про Аджайл, где-то тренингов наслушались. И мы потом спрашивали, или они спрашивали, я говорю, слушай, мы это все послушаем, но у нас-то не пойдет. Я говорю, а почему? Такие много причин. Я говорю, ладно. Они такие, а можно так вот, чтобы что-нибудь такое одно нам скажи, но чтобы вот мы одно что-то сделали, и у нас стало хорошо. Я говорю, зафиксируйте команду на 3 года. Они что мне отвечают? Что нет крепостного права почему-то. И это невозможно, они говорят. И это невозможно, они говорят. Я говорю, слушай, я не говорю, что будет легко, а Вы спросили что-то одно, и что будет эффективнее. Вот, говорю, сделайте. Так что от крепостного права? Да я знаю ваши аргументы. Я просто говорю, что это неправильно. Ага, но они могут идти без того, чтобы команду переписовывать. Нет самоорганизации. Поверьте, можно менять, и не перисовывая команду. Нет самоорганизации. Это когда, ну, какая-нибудь проблема возникла у команды, И все сидят. Ждут свистка сверху. Пока справа мастер придет вперед. Или project manager прибежит. Комбан мастер какой-нибудь прискачет. Кто-нибудь должен идти и рассказать, что нам надо делать. Эту способность отбили у команды мы сами. Наши менеджеры, наши справа мастера, наши комбан мастера, не знаю кто. Мы отбили сами у своих людей, потому что мы им говорим, что делать. Надо перестать говорить. Надо реально сказать, что это ваша цель. Как вы туда пойдете, это дело ваше. Вам никто не расскажет больше. И потом просто замолчать и не поддаваться на провокации. Они привыкли, они будут говорить, а что делать-то? И заглядывают в глазки добрые, как щенята. А вы молчите. Сами разбирайтесь, что естественно в следующем шаге сделать. Это тоже страшно, я знаю. Но если этого нет, то дальше не надо говорить, что вы такие agile, по крайней мере, у нас они не пройдут. Кто знает, что вы agile, мы знаем, что без самоорганизации нет смысла в этом разговаривать. Нет просто функциональности в командах. Очень многие по-прежнему продолжают мотаться компонентными командами. Мы делаем шину. Ну простите, ваша шина никому нафиг нужна. Никто не хочет купить. Нет у них никакого клиента сводится, который придет и говорит, «Продайте мне шины, пожалуйста, банкиры в банку». Банкиры очень мощно шины пишут. Не знаю, нет. Нечего отдать пользователям периодически. И это имеется в виду. Я не настаиваю за то, чтобы вы релизились каждые 9 секунд, как в Facebook. Хотя это хорошо, если вы можете. Я хочу, чтобы у вас... Вот мочь релизиться и не релизиться, потому что не хотим, это не то же самое, что не мощь, что релизиться. Согласны? Вот. Если вы не можете релизиться каждые 10 секунд, это плохо. Работайте, учитесь. И это займет года три, если вы сейчас не умеете. Придется научиться, честно. Если можете и не хотите, я окей. Нет, собственно, я успел еще 48 секунд. Может, я думаю, мы... Могу выкрутить. «Продактованы без видения и страсти». У нас у многих очень дерьмовые продукты просто потому, что никто не знает, что мы вообще делаем. Очень у многих на сегодняшний день классные скрам-команды очень быстро бегут в никуда. Реально не знают так. Круто делают, технически круто, все покрыто автотестами. Зачем мы это делаем? Никто не знает. Нет никого, кто бы имел вижен на три года хотя бы. Что с этим будет? «Продактованы без права принятия решений». Через одного. А что делать, сидя или красная? Не знаю. Подождите, мне надо посоветоваться наверху. А наверху чувак сейчас, как обычно, на важной встрече на Мальдивах на две недели. И вот это вот все сидят, никто ничего не делает, все ждут. И у продактолдера реально нет власти. Печально, но просто встречается, у кого есть такие, нет продактолдера, которые реально право принять решения не имеют. Вот есть. Есть скрам-мастера, менеджеры. Они всем втирают, что делать. Стоят строгие такие, вкручивают. Оно так было не задумано. Он вроде бы остался PM, только ему шапку другую одели. Вот это шапка скрам-мастера. Он одел, он сразу подумал, ооо, я другой. Но делает он по привычке все самое, что он привык делает. Он скрам-мастер занят всякими разными работами другими. Вот задумано было первоначально, что скрам-мастер не подходит. И не тесты тестирует. Реально делает так, что сделает так, чтобы команда хорошо работала вместе. И он только об этом думает, только на этом фокусирован. Он думает, как сделать мою организацию более гибкой. Это совершенно иная роль. Мы не так поняли похоже. За сие время дальше я не успел, у меня там дофига этих антипатронов особо. Но спасибо. Так. А? Не, у меня точно фокусирован. Да не, я честный. Ну, не только, правда, это предложение не к вам, не к следующему докладчику. Давайте уж, как мы верим, так оберим. Кому интересно, мои паттерны, приходите. Я как раз в штрафе, мне поройди. Спасибо. Спасибо.